Ну что, всем здоров, продолжаем проходить Покемон Летс Гоу, Пикачо, так, я за кадром сбегал в Цирулин Сити, получил Бульвозавра за 30 покемонов, там его оказывается вручают, сбегал, поймал на маршрут крыску, поменял в том же Цирулине Алоло Ротата, как я и думал, вот она. Потом, словил Абру, вот, и хочу показать чувака, который дал квест, вот сидит чувак этот, он попросил 5 Гроулитов принести ему, за 5 Гроулитов он мне дал этого, вот он, Персиан, Вот такой вот Ну это развитая форма Мяута, понятно, также у него есть опережающая атака, которая флинчит, пугает И Payday, которая, ну, уже поздно, как бы я не буду их брать в команду Единственное, что я думаю, Абру оставить, потому что я помню в оригинале, вроде как ее можно было поменять Остальных покемонов сейчас профессору перешлем Да, е-мое Так, вот, отправить профессору И вот эту Ротату, я не знаю, оставлять ее, нет Мне кажется, она не нужна, но мне она точно не нужна Ладно, пусть будет Алола и Ротата Кольбазавра тоже я отправляю Такую вот партию мы сейчас Отошлем А эти пока пусть будут Потом, если что, отправить дело Быстрое Так Конфеты ХП-шки Тебе Смарт Специальная атака Тебе Быстрая конфета Тебе А, подожди, уже требуется две штуки Ага Вот оно, как сделали А, смотри-ка, есть еще конфетка Эль Покемон 30 уровня должен быть Да? Да Вот, е-мое Так, стату атаки может поднять Давай, поднимать Сюда Еще До 40 39 40 Так Теперь ей требуется две таких конфеты Ладно Да так Ну, эту пока не могу У меня 30 уровня пока нет никого Ну все, пошли на кораблик В таком случае А, и предметики Вот это Как она называется Парфюм Люр Продается также В Паке Маркете Здесь рядом Святая Анна Да, у меня билет есть Пропускай Так, он еще дал Сет Моряка И на пику Тоже он дал Сет моряка Такой вот Ммм, прикольно Так А давай вот такой поставим Сборная солянка Такая будет Ну почему нет Прикольно Тоже Что переодевать Можно Персонаж Так Вот он Святая Анна Круизный кораблик О, смотри-ка И Блю проходит Тоже Бонжур Круизный корабль Круизный корабль Тоже он Круизный корабль Тоже он Тоже он так это получается как если связывать сюжет и пока и blue и red то есть уже здесь получается побывали на святой аль или нет нет red наверное еще здесь не был ли был мне кажется что он был он дал по-моему шалур короче вот это печенье ли вылечивать любой статус из города который в калосе находится я помню ну давай следовать комнату смотреть нифигасе на предмет полезности и боёв и боёв вы здоровые вигли туф хранить ага бои внутри каюты погнали посражаемся пиджи давай вот запинаем головой о напугал хорошо сэншру пикачу вот хорошо сейчас кстати его и нашего сэншру и возьмем подкопом его просто ударим все это гарантированный ваншот тоже девочка пикачу ну это неважно подкоп делаем все бах готов я помню да на святой а не тренера так стояли пока по каюткам тоже подкать подкачаться можно было неплохо ну вообще наша цель здесь на корабле это в оригинале опять же было на х нахождение херем атаки чтобы деревья спиливать хорошо с одного критический удар ну да а тут не знаю тут наверно тоже паралис так это паралич излечивать ты чё так есть проход наверх там стоит моряк пошли в эту часть вот эти двери посмотрим у нее можно вылечиваться на халявку да кстати в оригинале тоже был такой персонаж какой-то из комнат ну типа пакет-центр местных хорошо так против пенсионера сражаемся деньги у него забирать мы буду пенсии ну ладно гроу давай его ослепь усыпем посмотрим сколько ходов он будет спать раз ну я считаю не с момента усыпления хотя нет наверно надо все таки с момента усыпления считать раз два три вот сейчас хорошо повезло просто хорошо они эти старики дают по деньгам что-то закипел на кровати надо эти еще проверять урны тоже может что-то лежать сэншром ох как он будет полезен в электрическом гиме это просто что-то а тут есть спуск вниз пошли и сходим в электрическом гиме рыбак стоит с удочкой со всеми делами в каюте по-любому сражаться хочет да ну у него что-то водное у меня боли у меня и визавр проблемы да рыбка какая-то голден рыба быстро атаку знает эту дождь морской конек луч пузырей неэффективно все я помню что в оригинале ну ты же играешь за реда и здесь со временем надо будет сразиться с блю вот но сейчас его нету он вышел из святой анны значит этого боя точно не будет вседак тоже халява хорошо пробил а у него есть замечательные замечательные поливак тоже ерунда очень быстро он делает удар и ваншот тоже наверное критический удар ну надо же еще никто не прокачался опыт дают дают так там покебольчик супер зелье я хотел вот так сделать сохранение фулл хилл хорошо это любой статус лечит нагнимает так это плохо я его сейчас хочу усыпить попробовать все а дальше с ним справиться с эндши без проблем подком толчок хотел сделать он проснулся но вот подком еще один магнимайт тоже самое халява интересно где здесь магнитона в магнитона развивать если допустим поймать магнимайта прокачать его до магнитона на электростанции наверное чтоб он в третью форму развелся иначе ж не полноценно будет эликсир так он сразиться хочет отвернуться что-то куда-то леонард леонард сноупок в принципе он водный но и психический он может быть опасен но у него не хватит здоровья а подожди-ка может быть и хватит если сейчас он контузит то все то есть смотри какой он крепкий он добил ну он раненый был элизавр так давай пседак но применяем эту самую воскрешалочку опыт терять не вариант тоже он confusion всегда как антузил вот такую штуку использую атаку снижает ну вот я же говорю не хватает ивизавра нормальной атаки какой-нибудь мега дренаж или что-нибудь в этом пусть удар плети слишком для него плохая что-то надо посильнее так хорошо уровень добрал 17 ивизавр тоже добрал 22 тейкдаун так нет а пикачу кстати выучил и аж ловил гроулитов когда прокачался пикачу на один уровень и он выучил удар молнии да 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 какого сейчас уровня такого же как и ивизавра 22 удивительно так давай наверно тебя поменяем а бидрил пусть будет ну почему нет о это мочок да 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 маску мочок мочок он помогает мне развивать камни еще бы такая рама так где в какой комнатке эта женщина была которая бесплатно лечит вот она сидит я могу сделать чтобы покемоны твой отдохнули все этот этаж получается отбежал пошли теперь на ту в то крыло сходим вот сюда и потом мы надо можно будет подняться на палубу или что-то я даже не знаю так это что-то про супер спрей интересно как работает тут супер спрей просто никто не будет появляться на локации наверное такси-то снорлокс он спит и ест точно я урны хочу обшарить так нету ничего нету в одной только урны маленький гриб лежал ну и ладно как бомжара все урны обшариваем но хер ли делать там гиперзелий и так далее валяются а смотри-ка можно пойти на право можно еще по третий этаж выйти давай что он там нашел или ему просто вид понравился как всегда корабля вижу в черном какой-то тренер стоит может быть он типа как как в зеленом тренера специально стоят на локациях сильными поклонами так у него сил вот блин прикольно сил нравится жаль что его не нужно не обнаружил раньше все так акваджет он опережает водяной атакой а мы его попробуем отравить ядом жалом то есть ударом акваджет хорошая атака водяная опережающая хватило урона мочок так до меня все так у него есть замешательство а это эффективно по боевым покинутам да даже пол жизни не смог отнять его но он в принципе также ударил фокусируется мочок поднимая шанс критического удара себе ну да пси дак пока пси дак он конечно не мощный так а с кем еще посражаться можно а вот еще один моряк хочет ну и сейчас светуану дочистим пойдем потом другим за значок попробуем сразиться поливак у него нет не вопрос я думал что поливак это маленький головастика а он вот такой на как моряк даже больше на руки ему такие же приделать и все отравили его водомет это снова было а сумма и он не перегонит по скорости и еще кто-то сидит вижу а ну все так хорошо обследовали нос корабля пойдем туда на этаж ниже и пройдем вот сюда в эту часть чем не в принципе накопилось спрей не особо всего по ушам есть давай их используем и дочистим каютки так я не видел никогда покемона слишком огромен и только спит и ест это снорлакс моряк тоже хочет бой давай снорлакс да я помню было их было два споки флейта их можно было поймать надо было пробудить а потом уже ловить ну или просто прокачаться на них много чушку такой крепкие толчок да вот такой урон слабый наносит чикар девятнадцатый уровень так фокусировка так это в принципе пригодится штука давай за место ярости сенчери 18 уровень фокусировка можно в принципе перед боем сделать на критический шанс рассчитывать так очевидно что тут сейчас против пенсионеров будут бои брукс джентльмен фанита а вот она огненная огненный покемон потенциально он опасен но посмотрим эмбер так угольки держи удар нет не потянет битрил более критический удар меняем меняем на все таком не хватает не хватает оси то есть какой нибудь ядовитой атаки или так воздушно не знаю одна жучья это не дело во ферре 19 уровень получил больше двух тысяч дал и дал покинул хорошо давай вот так сделаем в седаку маленькую банку но я и вот такую супер поушен ну да какой же он крепкий а сейчас на атаку точность снижена попади нежелательно отравить его когти ярости яростная атака в общем ой он все пять этажком все пять ходов попадает старик ему дает банку хп вылечивает хорошо отравил ну отравился давай еще разок раз-два о сейчас попал два раза попадет промашет попадет опыта мало дал зато он дал нормально денег и покебола нет походу в следующей серии мы будем на стадионе сражаться я еще я думал святая анна это будет по не такой длинный корабль тут еще комнаты даже не кончились что-то он за покемон летс го сказал а гоу парк какой-то есть ну вот это прямая здесь а этот чувак уже здесь как зал точно первом этаже стоим секретная техника а он бой хочет вот блин надо было подлечиться ладно пиджоотто в принципе лох он но с раненой ассо я с ним снижаться не буду я возьму просто пикачусь на подмену атака крыльями это не эффективно хорошо иви нет менять я не буду и супер эффективные атаки для него укус и одиш так чем будем бить одиша нет супер эффективных атак против него ладно давай возьмем наверное ассо только наверно вылечить ее придется водишь значит у него надо что-то супер эффективное а подожди в принципе всегда мог попробовать справиться с замешательством но один мега дренаж и все у него тоже есть усыпление сейчас из-за этого одиша серия конкретно затянется нет против него у меня техник так же он кислотой ходит пьет отравить его не получится а ну все он тогда проиграл супер полушин кинул ну я уже говорил про то что бой затянется и заводишь вот он затягивается 6 хитов у меня не доживет оса надо ее лечить сейчас он по-любому кинет усыпление снова а нет кислотой наивно пытается пробить что ему ничего не даст надо наверное какую-нибудь воздушную атаку ядовитого найти для обидорил и все будет отлично чтобы там травяных покемонов вот таких ядовитых маншотить в принципе он слабый но вот одиша и запомнил у капитана есть секретная техника атака по спине ему похлопать надо вот он подожди так это для пикачу какая-то техника что секретно ну скажи-ка мне мой маленький друг знаешь ты про деревья который можно срезать знаю пикачу изучил секретную технику охренеть так значит будет пикачу тут и деревья срубать и плавать и летать понимаю и камни разбивать и двигать их удивительно поистине уникальный он здесь и и и и и и и Показали маленькую гад-сценку. Так, а это кто? Вроде не было ее, когда я сюда шел. Любишь ли ты рисование? Она прибыла в Канто. Мина ее зовут. А, так, ох, вот как. Короче, она использует волшебный тип, оказывается. Два покемона у нее. Джиглепо. Бидрилл как раз здесь подойдет как суперэффективная, но у меня нет ядовитых атак, вот в чем дело. Давай попробую отравить что-ли. Все, яд есть на него, уже хорошо полдела сделал. Ну, понятно, что они по 5 раз попадают в компьютер. Хоть бы она его не лечила. раз, два, три, четыре, и потом 5 раз бы тоже ударил. Так, тут, 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 кого взять? Давай Пикачу возьмем, у него удар молния есть. В принципе сильная атака. Ну, сделаем вот так. Опыт терять нельзя. Дабил слэп. Сейчас почему-то два раза попал. Она прибыла изучить канта тренеров, что-то такое. Мистер Майл. Ах, ну да. Тандервейв, давай его парализовывать. Рефлект, он поднимает защиту, экран защитный. Символ лунэп. Ого. Так. Рискнем взять эвизавра сейчас. Я хочу его засеять. Семя пиявку кинуть, чтобы с него хп вытягивалось. Отличная парализация. Вот она. А, ну да, конечно, он выворачивается сейчас. Все будет подряд у ворота, промахи. Попал со второго раза, неплохо. Рефлект, так, у него экран защитный пропал. Давай его попробуем ударить. Мистер Майм он по статам сильный. Сейчас для у меня покемона получается не развиты. Они слабые. Слабее его по статам. В целом. Если бы у меня был Венозавр, например, 22 уровня, это было бы нормально. Это мне придется баночку использовать. Так, вроде по-сему, но вроде психическая атака, а что-то это не суперэффективно. Не знаю почему. Опыта за него должны дать прилично. Давай попробуем испугать его. А, он упал. Все. 345 очков опыта. Хорошо. Ну все, она проиграла, дала крышку от бутылки. Да. Удивительно. Так, а ну-ка еще раз. Возвращаясь, типа, Валолу или она будет возвращаться, или я смогу вернуться, посражаться с ней еще. Этот чувак сейчас намекнул, что можно дерево спилить, но это, блин, так все очевидно и просто и понятно. Да, серия ужасно затянулась. Я думал, кораблю будет меньше. 42 минуты ведет, офигеть. Ну да, в следующей серии, значит, пойдем в ГИМ, электрический. Ну а пока все на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok